Андрей Ковальевич, а вот культуры, такие, которые оказались анклавчиками такими в иноязычных средах, на Аляске, в Аргентине, где-нибудь, в Боливии, старообрядцы, они что-то породили, там-то традиция не прерывалась, и мало того, там еще и смесь получается с какой-то местной традицией, если она была, что-то появилось там такое. Сейчас я у нас пою духовный стих. Старообрядцев, Аргентина, который мы не записали. Пора тебе уж пробудиться, Восстань, глаз внутренний взывает, Да вот святит тебя Христос, Он все собою наполняет, И все за грешных перенет. Ты спишь, душа, ангел света, Стоит и тихо слезы льет, Ты спишь, греховный мглой одета, А смерть с тебя, как жертву жрет, Она придет, как гость незваный, Себе весь ужас затая, И в час невелом и нежданный, Проснись, проснись, душа моя. Ты спишь, забвение беспечно, Ты спишь в несчастной суете, А время льется быстротечно, И мы идем к своей исчереде. Страшись греха, он постепенно Тебя ужалит, как змея, Взгляни, зияет уж гиена, Проснись, проснись, душа моя. Восстань, опомни, сквозь мгновенье, На ложе мрачное взгляни, Почувствуй стыд и униженье, И сон греховный отжени. Господь давно к тебе взывает, Его ты светом озарись, Смотри, он глазами простирает, Душа, душа моя, проснись. Ты спишь, а враг твой бдит бесчастна, Ты спишь, а бездна над тобой, И божий гнев, как гром ужасный, Взгремит над гречной головой. Он скоро, скоро разразится, И сякнет благости струя, И дверь спасенья затворится, Проснись, проснись, душа моя. Вот такой текст, и, надо сказать, И у них, и у Духоборов, и у Малакан, Которые живут за границей, У них много современных текстов. Я не знаю, кто их там сочиняет, Но это, конечно, авторское какое-то произведение. Просто оно мне понравилось. Во-первых, на русском языке. А у них они русскую культуру сохраняют. Знаете, вообще, это очень интересно. Но это было давно, уже лет в 40-86 году. Я был на Аляске у старообрядцев. Там есть Никольское такое село на берегу озера. Там огромное-огромное село. Там 3000 долларов. У старообрядцев. Во-первых, они ходят в традиционных костюмах. Причем традиционных костюмах шитых сейчас. Это очень интересно, Когда из семейных материалов идет бабушка в сарафане, в завеске, с головным убором, в американских, кроссовках. И они чувствуют себя совершенно нормально. У них ребята, мы приходим в гимназию, у них парни в русских рубашках. Они там мучаются, девчонки ходят в юбку, у нее там кофта простая. И парни у них там... Мы приходим, там девочка, она еще в гимназию заканчивается, она уже с ребенком. Потому что они в 15 лет женят своих детей. Они получили специальное разрешение. И когда мы священника спрашивали, он говорит, это для того, чтобы сохранить общину. Таким образом мы их привязываем. И они за свой счет отправляют их учиться, с тем, что они потом вернутся и будут работать здесь. У них там такая вот очень живая, естественная среда. И вот стоят эти девочки, 15-летние, и говорят, они говорят на английском, на американском английском между собой. Говорят, говорят, я сначала даже не понял, что это русский. Они говорят. А потом мы подошли к ним, разговорили с ним, и им священник говорит, ну спойте что ли. И тогда они запели. И вот тут когнитивный диссонанс. Потому что когда они запели, как они уезжали из Пермского края, у них пермский диарект, и этот звук сохранился. Они запели какую-то простую лирическую песню, и мы так. То есть у них, я не знаю, как это им передается, просто они живут так. Потому что они живут, и эти песни являются частью этой жизни. И для них язык частью жизни является. И церковь подходит. Мы приходим в церковь, там священники, и у него пацаны 14-15 лет по кругам поют вместе с ним. Ну говорят, вот я учу там, просто-просто они служат. Без изысков, но служба у них идет. И для них это естественная жизнь. они вот как бы приходят, они там поколение уже, сохраняются, где-то сохраняют, я не знаю, как там сейчас. Вот это было 86-й год. Сейчас утерян фактически русский язык на Аляске. Фактически. Ну, если община разрушилась, тогда чего об этом? я не знаю. Я не знаю, если это надо ехать. Я слышала большой доклад на эту тему. Людей, которые только приехали, они несколько лет подряд. Ну, это прискорб. На самом деле, и у нас тоже очень по-разному, потому что фингаристы до сих пор ездят в экспедиции, записывают. И мне, я звоню в Саратов, в Самару, я звоню ребятам, когда там фингаристы, которые занимаются, они говорят, приезжай, у нас кругом поют духовности. Вот я к ним должен поехать, потому что это очень интересно. Говорят, приезжают, поют духовности. Мы привыкли, что мы живем так, и думаем, что весь остальной биржей так. А на самом деле, вернее, мы так, конечно, не думаем, но там все по-другому. Вот. Большое вам спасибо. Вот, что Мокро рассказал, немножко по-первыху. Я вам просто расскажу. я не буду петь, на самом деле, вы знаете. Вот смотрите, вы помните историю, почему эта песня так популярна? Вы помните эту историю, да? Там художник влюбился, значит, все свои деньги, на все свои деньги купил розы, и дальше, значит, там ночь была коротка, а на утро она уехала, и он остался на площади встать. Вот эта песня не закончена. Вот если бы эта песня была написана в конце 19-го, начале 20-го века, там должен был быть еще один куплет. В одном из вариантов он утопился, после этого пошел. И это жестокий романс, а в другом варианте он ушел в монастырь. И это было в другом месте. В этом залог успели... Вот. Причем есть пер-османия? Я вам говорю про сюжет песни. Грудины. Я говорю в данном случае о сюжете песни, совершенно неважно, с кем она связана. И на самом деле, если мы проследим сюжеты наиболее популярных песен, мы поймем, что они очень традиционные. И за счет этого они живут, именно за счет того, что они как-то какую-то историю очень цельную разные. А миллион долларов я в такой раз пойму. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поэтому можно дарить каждый день и на каждом концерте что-нибудь. Ну и вообще такой вот мужественный праздник движется. Вот. Я решила вам такой шлем. Шлем. Чтобы вас он защищал. Верриел. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я знал, когда-то зимы. Да, да, да. Ну когда-то что-то такое. Что-то же такое. И тут вы защищены. Спасибо. А про Аляску я теперь знаю, что я... И о чем я мечтаю. Я мечтаю теперь познакомить вас с моим братом, старшим, вашим тезкой Андреем, про которую вот Елена Омна как раз упомянула, что вот именно он несколько лет как лингвист ездит на Аляску и изучает русскую Аляску и индейскую Аляску. Но вот русскую Аляску как раз ему будет бесценно услышать от вас про 80-е годы. Потому что он ездит вот эти последние десятилетия, так скажем. Это было бы просто... Это было бы потрясающе. Это мы обязательно должны сделать. Спасибо. Спасибо. И громад. Да, это тоже красивый пакетик. Красивый пакетик. Ну вот, утищный пакетик. Спасибо. Кроватнейшее спасибо.